Первыми новые возможности спортзала в Филинской школе Ватческого района оценили ученики. Они с удовольствием отрабатывают навыки ведения баскетбольного мяча и броски в корзину. Стало намного лучше, потому что больше колец, больше можно тренироваться. Стало, мне кажется, даже теплее здесь. Здесь новое отопление и вся новая обстановка делает красивые стены, окна новые поставить. Тут стало, мне кажется, даже светлее, больше возможностей для всего. Я думаю стать физерком. Благодаря проекту «Единой России» по ремонту сельских школ в Филинском спортивном зале заниматься стало безопасно и удобно. В новом зале очень приятно работать. У нас увеличивается рабочая площадь. Также у нас добавились новые мячи, новое спортивное оборудование, поступление новых лыж, маты и всего спортивного оборудования. Я очень рад. Спасибо всем за это. Филинская школа в Ватческом районе стала одной из двух тысяч школ по всей стране, попавших в федеральную программу реконструкции сельских спортивных залов. Благодаря новым проектам «Единой России» мы в ближайшее время будем активно благоустраивать наши муниципальные парки, муниципальные театры, вкладывать деньги в сельские дома культуры. Это то, о чем нам говорят люди, что востребовано. Уже в этом году более 20 сельских школ области получили отремонтированные залы с новым оборудованием. Благодаря четырем новым партийным проектам «Единой России» в 2017 году преобразятся не только школы, но и дворы, дома культуры, театры и парки в малых городах. Наш двор, ремонт придомовых территорий, по предварительным данным Нижегородская область может рассчитывать на миллиард рублей. Это такая серьезная, важная для партии, важная для населения работа. Этап первый – это информирование жителей и увлечение их в этот процесс. И следующий этап уже подготовка эскизных проектов, согласование с жителями, подготовка проектной сметанной документации. Но я вижу, что уже сейчас активная работа начинает готовиться, и я уверен, что все будет хорошо в нашей Нижегородской области. Мы все проекты реализуем. Голос депутатов звучит весьма и весьма весомо, и их усилиями удалось учесть интересы области и в бюджетном процессе, и в трехсторонней комиссии правительства Государственной Думы, Совет Федерации, где рассматриваются межбюджетные трансферты. Область получит достаточно большие деньги и на бюджетное выравнивание, и на реализацию крупных инфраструктурных проектов, прежде всего строительства моста, дорог. Это все предусмотрено. Будет продолжена программа строительства школ. Уже на годы вперед запланирована программа «Школьный автобус». По словам председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Вячеслава Никонова, за 15 лет существования партии «Единая Россия» в номинальном выражении расходы бюджета на образование и науку выросли в 15 раз. Анастасия Рябова, Алексей Завулов, Объективно, ННТВ.